Четвертый том книги «Открытым оком», вопрос номер 1318, тема «Проповедь благовестия». Много времени беседую со служивцами о христианстве, но результат такой – внешне соглашаются, а внутренне – насмешки и сожаления их обо мне, что я заблудился. Они не хотят расставаться с прелестями мирской жизни, у них о вере нет и речи. «Стоит ли продолжать с ними говорить, как быть?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «По всем подобным вопросам заочно не научишь. Есть институты, где люди могут по учебникам заочно окончить полный курс, где-то, но только не в медицине. Уметь беседовать с людьми – это высочайшее искусство, и должен быть огромный опыт и собственные наработки. Сколько людей – столько и подходов. Здесь нужно иметь не два и не три, а тысячи талантов, как говорит Иоанн Златоуст. Но если человек сам по себе груб, хамовит, не имеет целомудрия, стыдливости, то если даже он и будет знать Священное Писание, то кроме вреда он ничего не принесет во время своих бесед. Ничего сложнее нет человеческой души, и у каждой души восприятие даже слов истины может меняться на день много раз. Повторяю, у каждого вашего собеседника рядом с ними могут быть тысячи духов зла, которые давят на него и через желудок, и через все органы чувств, через то, что сейчас перед глазами, и ваш внешний вид, одежда, жестикуляция, даже слабое подергивание века или губы, тем более подмаргивание и какие-то жесты – все это может навсегда оттолкнуть вашего слушателя. Где сегодня этому учат? Нужно быть ненадоедливым, перед каждой беседой долго молиться, быть полностью подводительством Духа Святого. Ваши чувства должны быть настроены точно на волну того, с кем вы беседуете. Тем более, если перед вами несколько человек, не говоря уже об аудитории, которой вы можете владеть и можете ее потерять. То, о чем мы сейчас говорим, очень хорошо знают духи зла, и у них тоже есть свои избранники, подобные Адольфу Гитлеру, Ленину, Керенскому, Фиделю Кастро и многим главарям сект, современным гуру. Самое лучшее – иметь перед глазами образец опытного духовного работника, и чтобы вы могли постоянно находиться при нем на различных беседах и диспутах. Заочно этому не научишься. И даже имея огромный опыт в десятки лет, перед каждой встречей вы должны умолить Бога, чтобы Он не посрамил вас, чтобы сам нашел доступ к сердцам людей. Здесь две крайности. Если не скажешь, не возвестишь благую весть о воскрешенном Иисусе Христе, ты погибнешь. Если будешь говорить, где попало и с кем попало, тоже будешь виновен перед Богом. Евангелие от Луки, 12 глава, 8-9 стихи. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Евангелие от Матфея, 7 глава, 6 стих. «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас». «Возьмите за образец апостола Павла, великого собеседника, непревзойденного психолога, как он умел воспользоваться самыми незначительными деталями, как, например, жертвенникам неведомому Богу». Деяния апостолов, 17 глава, 23 стих. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. «В каждой беседе держите перед собой границу во времени, лучше не докормить, чем перекормить. Если у вас нет юмора, и вы не можете разрядить обстановку, молите об этом Бога». «Господь свое слово святое нести нередко двоих посылает. Если один ослабеет в пути, другой ему там помогает. Иди, неробей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой добрее пойдем мы с тобою. Двоих он направил в суровую даль дорогой, политой слезами. И где одного одолела печаль, второй утешает словами. Блеснула слеза на лице одного, с любовью второй вытирает. И словом святым утешает его, и тихо ему напевает. Когда же раздумья гнетет одного, то вздохом второй отвечает. И, взглянув в печальные очи его, знакомый припев напевает. Бывает, разлука скрывает порой лицо одного от другого. То оба, слезу вытирая рукой, споют из напева родного. Когда же конец их скитания придет, и счастьем даль засияет. Один из них новый припев запоет, второй от него не отстанет. Гроза позади, венец впереди, но враг не имеет покоя. С победой родной к отчизне святой бодрее пойдем мы с тобою. Храпов, НП.